Приветствую вас друзья, предлагаю вам поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Toyota Camry в кузове V50. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Все двигатели Camry безоговорочно надежны. Они снабжены цепью в приводе газораспределительного механизма с фирменной системой регулировки фаз VVTi. Причем безболезненно могут переваривать 92-й бензин. Однако базовый мотор сервисмены все же советуют поить 95-м. Этот агрегат требовательнее к качеству топлива. Ради профилактики дилеры рекомендуют использовать средства для очистки форсунок впрыска, не реже одного раза на 10 тысяч километров пробега. А каждые 40 тысяч километров пробега предлагают чистку узла дроссельной заслонки от 3,5 тысячи рублей. На его фоне 2,5 литровый двигатель выглядит более неприхотливым. Правда зимой владельцы жалуются на посторонние звуки при работе на холодную, связывая это с предсмертными вздохами водяного насоса и гидронатяжителя цепи. Однако, скорее всего, при холодном пуске характерное постукивание издают пустые, еще не наполнившиеся маслом муфты VVTi. Поэтому мастера рекомендуют использовать синтетическое жидкое масло с индексом 5 или 0, например 5W40 или 0W30. Флагманский V6 безоговорочно надежен. От детских болезней он избавился еще полтора десятка лет назад. Надо отметить, что для своего объема шестерка довольно экономична и предпочитает 92-й бензин. В процессе эксплуатации у мотора могут выйти из строя генератор от 15000 рублей, датчики кислорода по 6500 и массового расхода воздуха 8700, катушки по 2300 и иридиевые свечи зажигания. Правда, эти замены не носят массового характера. В целях профилактики следует периодически раз в два года чистить радиаторы двигателя и кондиционера. В противном случае моторы могут перегреться, что чревато дорогостоящим ремонтом. Автоматические коробки Camry не обременены проблемами. Особенно это касается проверенного четырехступенчатого автомата, который последние два-три десятка лет устанавливался на многие модели марки. Довольно надежна и пятиступка, хотя разовые случаи ее поломок имели место. Например, после 100 тысяч километров пробега могут выйти из строя гидроблок клапанов в среднем 48000 рублей и пакет фрикционов от 40 тысяч. А вот у шестиступки был врожденный дефект гидротрансформатора. У него отказывала блокировка. Проблему японца решили в ходе отзывной кампании по бесплатному ремонту коробки или ее замене на новую. На данный момент этот дефект устранен. Вообще, долговечность тойотовских автоматов можно объяснить довольно частой заменой масла. Производитель рекомендует его обновление каждые 40 тысяч километров пробега. В полностью независимой подвеске, спереди стойки Макферсон, сзади многорычажная, слабых мест почти нет. Ведь конструкция ходовой части в целом такая же, как и на машинах прошлого и позапрошлого поколений. Элементы подвески настолько долговечны, что обычно требуют обновления только после 100-130 тысяч километров. Исключение составляет втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости по 1000 рублей, которые могут выйти из строя раньше положенного срока на 50-80 тысяч километров пробега. Рулевая рейка на этом поколении Camry электрическая. Претензий к ней немного, хотя бывали редкие случаи выхода из строя в гарантийный срок. Естественно, замена для клиента была бесплатной. А вот второму владельцу за обновление рейки придется выложить в среднем 75 тысяч рублей. Электрика также не выделяется проблемами, хотя некоторые сбои и глюки здесь случаются. Так от владельцев иногда поступают жалобы на зависающую мультимедийную систему и некорректную работу климатической установки. Кроме того, перегорают габаритные лампочки по 250 рублей в задних фонарях. Пожалуй, и все. На фоне общей надежности Camry выделяются некоторые проблемы с кузовом. Уже в первый год эксплуатации на теле седанов могут появиться мелкие царапины и сколы, которые, впрочем, еще не скоро станут пристанищем для рыжих пятен ржавчины. Беда в другом. На капоте и крышке багажника примерно третий всех подержанных Camry вспучивается краска. Это явление официальные дилеры признали заводским браком и перекрашивают проблемные детали по гарантии. Причем на некоторых машинах капот восстанавливали иногда по нескольку раз. Если машина уже не обслуживается у дилера, покраска одного элемента потянет на 8500 рублей. Достается и хромированным декоративным деталям, которые мутнеют и даже лохматятся изнутри уже после первой зимы. Владельцы поддержанных Camry также жалуются на то, что глянцевые накладки на порогах дорогих версий нередко болтаются и дребезжат в движении из-за плохого крепления. Вроде бы мелочи, но для машины такого класса и цены это, мягко говоря, нонсенс. Поэтому сервисмены рекомендуют бронировать даже новые Camry, обклеивая проблемные элементы кузова специальной прозрачной пленкой. Большим спросом пользуется и дополнительная шумоизоляция колесных арок. Для Camry уж точно лишней не будет. Нарекания вызывает и салонное оборудование. Быстро просиживается подушка водительского кресла. Практически на каждой второй подержанной Camry трескается кожаная обивка и пластик подлокотника. В честь японцев надо отметить, что ремонт сидений и замена подлокотника на гарантийных машинах проводят бесплатно и без лишних вопросов. А вот владельцам изрядно поддержанных Camry придется выложить от 10 тысяч рублей за новую набивку кресла вместе с работой и почти столько же за новый подлокотник. Кстати, если бы существовало эффективное средство от сверчков, обитающих в салоне, то для Camry оно точно бы пригодилось. Ну а если вы являетесь владельцем Toyota Camry V50, то пожалуйста опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все, всем большое спасибо за внимание, буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!